Бархат Не сдерживая легкой улыбки, я рассматривал глянцевый билет в золотистой тесьме. Покрутив, его в руках еще какое-то время положил аккуратно на гладкий стол, рядом с таким же произведением искусств билетом. Его обладательница, скрестив ноги, сидела напротив, возвышаясь над непринужденно сброшенными кедами, но это было так естественно, что не вызывало сомнений. Передо мной залихватская девчонка, легкая на подъем, с радужными зайчиками в глазах и искрометной улыбкой Джоконды, которой теперь можно не сдерживаться, а хохотать на всю вселенную. Я совершенно потерял счет времени, как будто вот только включили кино, продолжал я. Потом вот эти места, плацкарт, так тихо, мягкий далекий гул за место стучащих железных колес. Потом вот вижу тебя и твое имя Катя. Катюш, вот откуда? Окно. А там показывают космос или что-то похожее. Как будто все так и должно быть. И ты проснулся. Широко улыбаясь, озвучила Катюша совершенно нелогическое продолжение моего повествования. Да? Может, у меня травма? Но голова не болит. Просто немного мой палец описывал неровные круги, словно вертолетная лопасть. А когда я уснул? Давно. Очень давно. Это уже и не важно. Продолжая блистать открытой и доброй улыбкой, сказала Катюша, Поворачивая голову, собранными прядями в гладкий пучок волос в окно мерцающего космоса. Субтитры создавал DimaTorzok